Дэйв как раз говорил об ученичестве. Допустим, вы привели кого-то к Ешуа. Как сделать этого человека учеником? Как его обучать? Что вы сделаете? Вы приведете этого человека к пастору Валентину и скажете, пастор Валентин, вот человек, который недавно уверовал в Ешуа. Я отдаю его вам. Нет, это неправильно. Человек, который привел меня к Ешуа, сказал мне делать три вещи. Встать рано утром и перед работой прочитать первую главу Евангелия от Иоанна. И потом читать по одной главе каждый день. Второе. Мне дали для запоминания четыре стиха из Библии, которые я должна была выучить на той неделе. И в-третьих, я должна была кому-то на работе рассказать, что я помолилась и приняла Ешуа как своего Спасителя. Это называется процесс ученичества. Вы даете определенное задание человеку, который только принял Ешуа. То есть, что-то, что поможет его вере расти. Чтение Слова Божьего. Запоминание стихов из Библии. Сделать шаг веры и засвидетельствовать кому-то из своих друзей или членов семьи. Самое сложное, это было рассказать об этом кому-то на работе. Я ждала целый день. И, наконец, когда уже было почти время идти домой, я рассказала об этом одной девушке, с которой я работала. И она меня очень хорошо восприняла. Я думаю, она была верующая. Вот как вы делаете человека учеником. То есть, вы не просто приводите его в общину со словами «Мы собираемся здесь каждый шаббат». «Приходи сюда каждую субботу». Это правда, что человек должен приходить каждую субботу. Но молодой верующий, он как маленький ребенок. Он нуждается в личном внимании от вас. Ему нужно, чтобы вы встречались с ним каждую неделю, один раз для изучения Библии. Чтобы вы слушали те места Писания, которые он выучил наизусть. Чтобы вы помогли человеку, научили его, как засвидетельствовать своим друзьям. И когда человек подрастет в Господе, может, через шесть-семь месяцев, тогда ему уже не нужно будет столько внимания с вашей стороны. Но очень важно, чтобы молодые верующие получали личное внимание. Сейчас мы будем изучать из книги Ниемия. Ниемия – это человек, который молился за свой народ. А сколько людей на Украине могут молиться за свой народ? То есть вы можете молиться. Вы знаете Иешуа, и у вас есть Дух Святой. Ниемия был виночерпий у царя Артаксиркса. Царь Артаксиркс царствовал с 465 года до нашей эры до 424 года. Царь Артаксиркс царствовал после того царя, который был женат на Исфире. Исфирь – это кто? Царица. Она была царицей во дни царя Ахашвироша. А Ниемия был виночерпием у следующего царя Артаксиркса. Это была языческая страна. Но это не мешает Богу работать. Дети Израиля были уведены в плен в языческую страну. Но одна еврейка стала царицей. И один из евреев стал виночерпий у царя. В виночерпий – это была очень важная работа. А кто-нибудь может мне сказать, что делал виночерпий? Да, виночерпий, он пробовал все, что пил царь, чтобы убедиться в том, что там нет яда. И если там был яд, то виночерпий умирал. То есть он был в близком общении с царем. То есть он часто предлагал неформальные советы, и царь мог что-то рассказывать виночерпию, то есть какие-то свои тайны. То есть первая глава – это декабрь 446 года. Действие происходит в Сузах, столице Персии. Не все евреи были уведены в Вавилон. В 597 году осталась группа людей в Иерусалиме. Это были бедняки. В 586 году тоже в Иерусалиме осталась группа людей, и это были бедняки. В Вавилонское рабство были уведены люди богатые, образованные, умные. Давайте прочитаем с первого по четвертой стихи. Первая глава. Неемия. Слова неемии сына Ахалина. В месяц и числее, в 20-м году, я находился в Сузах, в 300-м городе. И пришел к Аналию, один из братьев моих. Он и несколько человек из людей. И спросил я их, от председателях людей, которые остались от плена, и от Иерусалима. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, и находятся там, в стране своей, в великом местности и в сельчжении. И сценарии уехали на разрушенных, и бороться его сожжены о днем. Услышав эти слова, я сел и заплатил, и печален был у нас в этих дней, и исключительно молился к Богу. То есть, Ниемия услышал о том, что в Иерусалиме не все хорошо, и как он на это отреагировал в 4-м стихе? Он постился и молился. Что еще он делал? И Ниемия молится в стихах с 5-го по 11-й. Он приходит к Богу, и о чем он напоминает Богу? Он напоминает Богу о его завете. Что Бог, он Бог, хранящий завет. И в 6-м стихе он исповедует грехи сынов Израилевых, он исповедует грехи дома своего отца и свои собственные грехи. Это называется покаяние через отождествление. Вы слышали об этом раньше? Он отождествляет себя со своим народом, и он исповедует их грехи. Также он исповедует грехи своей семьи и свои собственные грехи. Когда мы молимся за свой народ, это очень хороший пример, что мы можем делать. Мы можем найти много грехов в нашем народе. Я могу найти грехи в своей стране. Вы, скорее всего, можете найти грехи в вашей стране. Но первое, что нужно делать, это не просто жаловаться по этому поводу и говорить «Господи, измени это». Мы должны исповедовать грехи нашего народа пред Богом. И иметь искренний скорбь в своем сердце. В седьмом стихе Неемия кается и говорит «Мы не сохранили заповеди твои, которые ты заповедал Моисею». В восьмом и девятом стихах он напоминает Богу слова, которые были даны Моисею. Если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко Мне и будете хранить заповеди Мои и исполнять их, то хотя бы вы были изгнаны на край неба и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я. То есть, на протяжении последних 60 лет мы видим, как Господь собирает свой израильский народ по всему миру. После 11 сентября около 500 евреев эмигрировали в Израиль. Но, конечно, этого недостаточно. Потому что в одном городе Нью-Йорк проживает больше евреев, чем во всем Израиле. То есть, Господу еще предстоит вывести еврейский народ из Америки в Израиль. И я содрогаюсь от мысли о том, что должно произойти для того, чтобы это осуществилось. Но Он это сделает. Что последнее Ниемия говорит в своей молитве? Молит за Господи. Забудь ухо Своё внимательно к молитве Рабаха Его. И к молитве Рабаха, и к любящим Богом Рабаха, и к милям Своим. И, главное, поспеши работать на себе. Уведи Его в милости и в человека Своего. Что Он просит Бога сделать в 11-м стихе? To show mercy. To grant Him mercy in whose sight? Дать Ему милость в чьих глазах? Before people. No, not before people. Не, у человека Сво. With a king. У царя, у человека Сво. Это один человек. Он просит о милости в глазах царя. Now, three months later, we go to verse 1 of chapter 2. Прошло три месяца, и мы переходим ко второй главе первому стиху. Три месяца. I'm sure Nehemiah was fasting and praying off and on, fasting off and on and praying for his people, Israel during his time. Я уверена, что время от времени Неемия постился и молился за народ израильский. Now, in verse 1 he takes the wine and gives it to the king. В первом стихе он подает царю вино. But what was different about this time? Но что в этот раз было по-другому? His face was said. Right. And it was really not allowed for anyone to come into the king's presence and be sad. And вообще это не разрешалось, чтобы люди приходили к царю в присутствие царя с печальным лицом. Because the penalty for that was death. Потому что это наказывалось смертью. But the king had mercy on him, as Nehemiah had asked the Lord. Но царь смело сливился над ним, как Неемия просил об этом у Господа. And he said, why are you so sad? Are you sick? И он спросил, от чего лицо у тебя печально? Ты не болен ли? But he was honest with the king in verse 3. And he told him how the condition of his people in Jerusalem had caused him to become depressed. И в третьем стихе Неемия говорит царю, что он опечален из-за той ситуации, через которую проходит его народ в Иерусалиме. И как на это отреагировал царь в четвертом стихе? Это чудо, не так ли? Которое показывает, что царь уважал Неемию. И до того, как Неемия ответил царю, что он делает? Он молился Богу. Он молился Богу. Как вы думаете, почему он молился Богу? Да, чтобы знать, о чем просить. Он знал, что нужно сделать, но он помолился и попросил Бога дать ему мудрость, чтобы правильно сформулировать свою просьбу. Пожалуйста, с 5 по 8 стихи. Дима. Я сказал царю, если царю благоугодно, если с благоуловлением не раствовать и без том, то пошли меня гаудеют в город, где дробы отсохнут, чтобы я отстроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела поздно него, сколько времени подбиться, и тогда возвратишься. И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма из-за речных областей начальникам, чтобы они давали мне пропуск, для колени не дадут их людей. И письмо к осаду, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне билет для ворот клеточки, которая отрезана Божьей. И для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благоустройство, и рука Бога моего была на доме. Спасибо. Ниемия попросил, чтобы царь отправил его в Иудею, и это была немаленькая просьба. Это означало, что место Ниемии во дворце будет вакантным. Что царю нужно будет найти другого вина черпия. И потом Ниемия просит, чтобы он мог отстроить город и стену. И он просит у царя письма к владетелям тех областей, чтобы он мог пройти через их землю. И он просит письмо к человеку, распоряжающемуся лесом, чтобы он мог сделать ворота. И в восьмом стихе что царь дает ему? Он дал ему все, о чем тот просил. В девятом и десятом стихах Ниемия совершает трехмесячный путь в Иерусалим. В десятом стихе все ли были счастливы увидеть его, когда он пришел? Санавалат он был правителем в Самарии. Он жил на север от Иерусалима. Товия это еврейское имя, но этот человек был язычником, аммонитяном. Санавалат это вавилонское имя. И Сан это имя Бога Луны. то есть его имя означало, что Бог Луны дает свет. Многие языческие культуры поклонялись Солнцу и Луне. Когда Мухаммед основал ислам, на тот момент он жил в Аравии. Он жил в городе, который был торговым центром. И там был Бог Луны. И знаете, как звали этого Бога Луны в Аравии? Алла. Алла это было имя Бога Луны в Аравии. Мы знаем, что Алла это не Ягова. И очень интересно, что это имя Санавалат означает Луна, дающая свет. и этот человек символически стал врагом Иерусалима. Одиннадцатый стих. Ниемиа пришел в Иерусалим и пробыл там три дня. Потом он встал ночью и пошел посмотреть на стену. Как вы думаете, почему он ждал три дня? Да, я думаю, он постился. Я думаю, он постился так же, как постилась Есфирь три дня. И в двенадцатом стихе он никому не сказал, что он делал. Он не сказал то, что Господь положил Ему на сердце. В нашей жизни бывают такие моменты, когда Бог говорит нам что-то делать, и при этом мы никому не должны говорить, что мы делаем. может быть, Бог скажет вам пойти в какое-то место, но не скажет зачем. Он скажет вам зачем после того, как вы туда придете. во время Второй мировой войны была такая поговорка, что болтливые уста топят корабли. Иными словами, что болтливые люди, они много говорили, открывали тайны, информация становилась доступной врагу, и враг даже топил корабли. И Ниемия никому не сказал, что Бог положил ему на сердце. И это было очень мудро, потому что если бы Санавалат и Товия узнали об этом, то они бы постарались ему помешать. Кто-нибудь прочитайте с 13 по 16 стихи. Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь Неемия осматривает различные участки стены, и он приблизительно прикидывает, что нужно для ее восстановления. И в 16 стихе сказано, что ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал. Потом он собирает всех вместе и говорит, вы видите, что ворота сожжены огнем, и мы подавлены, у нас нет защиты. Давайте отстроим стену Иерусалима. И в 18 стихе Неемия рассказывает им о том, что с ним произошло, как он получил благорасположение от царя. И люди, которые слушали его, соглашаются с ним и говорят, да, давайте строить стену. Потом они готовят все материалы, необходимые для этой работы. Что происходит в 19 стихе? Санавалат, Харанит и Тови услышали об этом и рассмеялись. Они презрели это, презрительно смотрели на это. Что это вы тут собираетесь делать? Вы что, думаете, у вас получится? Вы бунтуете против царя. Их назвали бунтарями. Конечно, бунтарями они не были, потому что у Неемии было разрешение. Но враг постарался запугать их. Когда вы собираетесь делать какое-то дело для Бога, враг попытается вас запугать. Он скажет, за кого ты себя принимаешь? У тебя нет права это делать. Есть другие, у которых это получится лучше, чем у тебя. Что Неемия ответил в 20 стихе? Прочитайте 20 стих. Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он будет поспешить нам, и мы, рабы Его, станем строить. А вам не счастье, и право, и память не успевает. Неемия не испугался. Неемия — лидер. Лидеры не боятся. Он ответил им. Он не сказал им, ой, так у меня же есть письма, давайте я покажу вам эти письма. У меня же есть разрешение. Нет, Он говорит, что Бог Небесный, Он благопоспешит нам. Потому что мы рабы Его. Мы будем строить. Определенно, точно. То есть, это не вопрос. И тогда Неемия сказал им, и он сказал, «А вам нет счастья и права, и памяти в Иерусалиме». Мы должны молиться не только за Украину, но и за Израиль. Потому что сегодня в Израиле есть много санавалатов, хоронитов и товий. Завтра мы продолжим этот урок и узнаем, как Неемия реагирует на препятствия и давление. Вы уже изучали книгу Неемии? Нет, но я не имею в виду читали, а изучали? Я думала, что есть вопрос. То есть, вы изучали раньше Неемию, да? Это очень хорошая книга для изучения, для лидеров. И, как мы сказали вчера, то, что происходило со святыми в Ветхом Завете, было записано для нашего научения и наставления. То есть, то, что происходило с Авраамом и Моисеем, было записано для нас, для нашей пользы. То же самое с Давидом, Гидеоном, Даниилом и Неемией. И со всеми святыми из Ветхого Завета. Мы должны учиться с их жизней и с того, через что они проходили. Давайте завершим молитвой. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Ты Господь Саваоф. И мы славим Твое Святое Имя. Мы славим, потому что для Тебя нет ничего слишком трудного. Покажи нам, где нужно строить стену вокруг народа Украины. Покажи нам, где нужно строить стену вокруг народа Израиля. Помоги нам делать это постом и молитвою. И теми действиями, которые Ты положишь нам на сердце. Потому что Ты великий Бог. Ты велик и Ты достоин похвалы. И нет подобного Тебе. И мы славим Твое Святое Имя сегодня. Во имя Ишиа.